И компания ViewSonic представляют Здравствуйте, уважаемые друзья! Я Гамовер, это Бонус, а всё это вместе программа от Винта. Наша программа неустанно следит за веяниями телевизионной моды. Если где-нибудь на телевидении появляется какая-нибудь тенденция, мы тут же внедряем её здесь, у себя. Хотя иногда даже сами не знаем зачем. Неважно. Итак, сегодня мы решили наладить обратную связь с телезрителями. Это сейчас очень модно. В течение всей сегодняшней программы мы будем отвечать на телефонные звонки прямо в студии. Так что смело звоните нам в течение ближайших десяти минут. Первая игра нашей сегодняшней программы не совсем злободневна. Вернее сказать, она уже совсем не злободневна. Она посвящена Олимпийским играм в Атланте и другим спортивным развлечениям. Сегодня мы поговорим с вами о двух спортивных симуляторах. Сначала о футболе. Игра сделана по мотивам последней Олимпиады в Атланте. Надо сказать, что американцы не очень понимают европейский футбол. У них свой собственный есть. Грубый, с мордобоем. Но нам-то как раз эта игра понятна. Где вы, любители настольного футбола, который раньше был в каждом доме? Как раз для вас сделана эта игра. Надо заметить, что здесь преодолены некоторые недостатки, которые свойственны этому классу игр вообще. Непосредственно вы управляете только одним игроком, но остальные в это время ведут себя вполне разумно и даже могут забить гол. Вторая игра, которую мы сегодня представляем, называется Австралийский чемпионат по регби. И это действительно регби, как ни крути. Надо сказать, что регби не так распространено у нас, как футбол. Не все даже правила знают. Но зато мы можем с уверенностью отметить неплохую супервагографику, тщательно прорисованные фигурки игроков, комментатора, который действительно комментирует игру и прочие прелести. Эх, узнать бы еще и правила. Итак, мы напоминаем вам, что сегодня вы можете позвонить прямо в студию. А вот и первый звонок. Говорите, алло. Алло. Мы вас слушаем. Говорите. Алло. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Мы вас слушаем. Говорите. Алло. Мы вас слушаем. Сам знаю. Алло. Мы вас слушаем. Говорите. Понятно. Ну а мы продолжаем нашу программу, и сейчас покажем вам игру, которая называется «Иксэс». Мы вас слушаем. Говорите. Что переводится как «Кс». Алло. Мы вас слушаем. «Эксэс» в переводе с английского означает «избыток». Появление игры многие ждали с нетерпением, поскольку фирма-производитель обещала что-то уж совсем невероятное. На наш взгляд, особого избытка не получилось. Говорить приходится скорее о недостатках. Как вы видите по жанру, это экшен от первого лица. Здесь используется модная в последнее время полигональная графика. Но, как вы могли убедиться, изображение ничем особенным не отличается. Согласно описанию, игры против вас действует 60 наделенных собственным интеллектом противников. Сражаться вам придется на 20 различных аренах. На деле выходит, что интеллект противников не так уж и высок, да и арены практически ничем не отличаются друг от друга. В общем и целом, мы бы не стали предсказывать этой игрушке блестящее будущее. Мы заметили, что в последнее время создатели игр стали менее тщательно относиться к их названиям. А порой выбирают эти названия почти случайно. Так недавно было и у нас. К примеру, есть у конструктора жена. И он называет в ее честь автомобиль. Лада. Или, к примеру, есть у метеоролога сестра. И в ее честь он называет тайфун. Тельма. Похоже, что у одного из создателей игры, которую мы вам сейчас покажем, есть родственник по имени Макс. У нас очередной звонок. Алло. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Это программа от Винта? Да, это программа от Винта. Что вы хотели сказать? Факс, примите, пожалуйста. Да вы что? Да. Итак, нашу программу продолжает игра Макс. «Макс» в данном контексте вовсе не мужское или собачье имя, как можно было бы подумать, а аббревиатура, которая расшифровывается как механизированная разведывательно-штурмовая группа. И так наступило будущее. Человечество, утомленное теснотой и раздорами, покинуло перенаселенную Землю и отправилось осваивать космические просторы. В таких условиях, для того, чтобы организовать какую-нибудь войну, заинтересованным лицам пришлось бы преодолеть огромные расстояния. Но люди не привыкли отступать перед трудностями, и в бесконечной галактике скоро начались вооруженные столкновения. «Макс» – игра стратегическая, и вам придется управлять множеством маленьких объектов, беспорядки разбросанных по вашему монитору. Если вы приглядитесь повнимательнее, то обнаружите, что это вовсе не квадратики и треугольники, а чудеса технологии будущего. В этом мире вы полновластный хозяин, и поэтому можете позволить себе все, что угодно. Последняя игра нашей сегодняшней программы рассказывает о сверхъестественных явлениях. Давайте посмотрим посвященный этой игре сюжет. Алло, программа «Отвинта»? Говорит автоответчик. Оставьте свое сообщение после гудка. Эта игра называется «Realms of the Hunting». Это примерно переводится как «Реальности национальной охоты». Героем этой игры является молодой человек совсем негероического вида по имени Адам Рэндалл. Любители компьютерных игр должно быть заметили, что в главной роли в игре, где содержится живое видео, любят сниматься ее продюсеры. Так было в легендарной «Under the Killing Moon». То же самое мы увидим и в новом квесте отечественного производства «Гэг». Однако Адам Рэндалл по молодости лет вряд ли может быть продюсером «Realms of the Hunting». Скорее всего, он просто является чьим-то племянником. Итак, сны и грезы, в которых участвует покойный отец героя, приводят молодого человека в поместье Хеллстоум, которое пользуется в округе дурной славой. И действительно в доме нечисто. Адам повстречает здесь и покойного отца, и других еще менее приятных персонажей. С технической точки зрения игра выполнена очень интересно. Пейзаж и интерьер здесь просто выше всяких похвал. Конечно, для достижения подобного эффекта всегда приходится чем-то жертвовать. В нашем случае этим оказались монстры. Они выглядят довольно жалко, действуют без всякой выдумки и своим поведением вполне способны дискредитировать поместье Хеллстоун в глазах напуганной общественности. КОНЕЦ Ну вот и все на сегодня. Больше никаких звонков. Гейм, как говорится, оба. В смысле... Алло. 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 Спасские ворота. За нами, как за...